Девчонки, всем привет! У нас сегодня суббота, утро суббота, если точнее быть. У нас все дома, поэтому я готовлю на целый день суп нам. Суп называется кезезезупы. Это немецкий суп, в который необходимо добавить плавленый сыр. Итак, приступим. Вам понадобится 500 грамм фарша или килограмм фарша, в зависимости от людей, которых вы собираетесь кормить. Две упаковки плавленого сыра, две консервы с грибами. Я беру уже нарезанные грибы, но вы можете взять ненарезанные и сами нарезать, в зависимости от того, что вы больше любите и что вам больше нравится. И одну картофельную. Масло, соответственно, для обжарки грибов и фарша. Картофельную вы нарезаете, пока вода закипает, картофель варится, не забудьте посолить. Вы готовите сковороду для обжарки фарша и грибов. Для начала вы смотрите, чтобы на сковороде ничего не было. Если что-то есть, вытираете салфеточкой, как я сделала это, и добавляете подсолнечное масло. Не забудьте посолить кастрюлю с водой, потому что картошка должна вариться в соли. Тогда она получается вкуснее. Остатки фарша у меня еще не разморозились до конца, но это ничего страшного. Вы просто разламываете лопаточкой это, и оно обжаривается потом дальше. Может быть, я, конечно, по технологии это делаю неправильно, и сейчас повара кинут в меня грязной тряпочкой. Но, извините, господа хорошие, я не профессиональный повар, я просто простая обычная домохозяйка, и мне далеко до вас. Пока готовится фарш, мы готовим лук-порей. Его нужно правильно помыть. А чтобы его помыть правильно, нужно его разрезать крест-накрест. Сейчас я вам покажу, как это сделать, и, соответственно, вы сможете спокойненько промыть между листьями, даже те, которые визуально кажутся недостижимыми. Я это делаю сейчас на весу, чтобы вам лучше видно было, чтобы листья не рассыпались, чтобы при нарезке это все тоже из рук не вываливалось, не рассыпалось. Это я сделала исключительно для того, чтобы показать вам, как это функционирует, но вы это не забудьте сделать на досточке, чтобы не повредить ваши ручки. При таком способе очистки лука-порея, я увидела это в интернете, происходит так, что каждый листочек промывается, и вам потом не придется раскрывать каждый листочек отдельно, для того, чтобы его отдельно промыть. Промывается все изнутри, ну и, соответственно, у вас не остается грязи вообще. Старайтесь ваш парей промывать вниз головой, то бишь зелеными листочками к низу, чтобы по ним грязь смогла стекать. И вы промываете прямо в то место, где вы сделали надрезы, раскрываете и промываете все это под струей воды. Тогда, благодаря тому, что струя воды льется очень сильно, все мелкие камешки или что там есть внутри, все это смоет удачно в канализацию, и у вас ничего не попадет в рот. И самое главное, не будет скрипеть у вас на зубах. Как вы заметили, все готовится одновременно, и за 35 минут у меня приготовился этот суп полностью. Фарш постоянно помешиваете, чтобы он со всех сторон был равномерно обжарен. Когда он уже более-менее приготовился почти, вы перчите, солите его, добавляете туда ваши шампиньоны и также дальше обжариваете. В это время, пока жарятся шампиньоны с фаршем, вы нарезаете лук. Я имею в виду лук-порей. Обычный лук туда не требуется совсем. После того, как вы покрошили лук-порей, вы добавляете его в вашу картошечку, которая удачно уже почти приготовилась. Это все варится вместе минут еще 10, может быть 15, до тех пор, пока готовится ваш фарш. Итак, ваш порей-лук весь покрошен. Вы добавили это все в вашу кастрюлю. Оно варится дальше, и уже после того, как она чуть-чуть закипела, начинайте вводить туда плавленый сыр. Не забудьте предварительно открыть эти две баночки с сыром, чтобы их вместе ввести в ваш уже почти приготовленный супик. После того, как это все прокипит немного, вы добавляете в эту массу фарш с вашими обжаренными грибочками. А чтобы очень хорошо очистились ваши ванночки из-под сыра, можно добавить вовнутрь того, что вы варите. Я набирала лопаточкой, например, картошку с луком-пореем и добавляла в ванночки, промывала этим всем, выливала, и ванночки оказались в итоге очень чистыми. Может быть, кто-нибудь побрезгует так делать, это дело ваше, вы можете этого и не делать. Но чтобы экономить этот сыр, так как он у многих стоит совершенно недешево, я считаю это рентабельным, чтобы промывать все то, что можно использовать. Сейчас я вам покажу приправы, которые мы используем, также не только с этим супом, а вообще с любыми супами. Они замороженные, продаются в Кауфландии, в Кауфландии мы их обычно берем. Они уже расфасованные, допустим, ингвер, чили и чеснок. Это все замороженное, вам не надо сильно париться, вы выдавливаете квадратик, и он на тарелку супа рассчитан. Все, всем приятного аппетита, пока! Продолжение следует...